Так, во-первых, представляемся, да, что мы школа вязания, которая называется сба вязальная. Это такое старинное название, потому как мы передаем старинные традиции, но вносим в них изюминку нового, потому что учить по-старому уже нельзя. Это было скучно и неинтересно, и мы не хотим, чтобы вы учились так, как мы, ездя через весь город и конспектируя всякие непонятные, ненужные вещи. Поэтому мы вяжем то, что нам интересно, то, что будет выделять наших учеников и их клиентов из толпы. Изделия должны быть нестандартными, неординарными, только тогда у вас будет очередь из клиентов. Если вы будете вязать изделия, у которых есть резинка, связанные манжеты, и все остальное затканно каким-то узором, это будет неинтересно, потому что это можно все купить уже в Китае, на рынках, и оно стоит очень дешево. Но зарабатывать на том, чтобы вязать вот такие изделия, не получится. Поэтому мы учим так, чтобы вы перестали думать, что машинное вязание – это вот вжикать кареткой. Это очень много креатива, это очень много фантазии, потому что без этого вам будет это не продать. Вы будете как эти одинаковые в копеечных изделиях. Поэтому вот все, что мы делаем, для того, чтобы наши ученики перестали думать, что вязание должно быть только, чтобы одеть себя во что-то. Одевать нужно себя так, чтобы вас замечали и выделяли ваш вкус. И связать на машинке можно... И поэтому, вот видите, мы принесли наше изделие, чтобы вы посмотрели, что все они связаны в машинке, все они очень просто вяжутся. Ничего сложного, никаких инструментов особых, ничего не применяется. Просто вот такая машинка страшненькая, которая у нас здесь есть. Это девочки все, которые у нас уже знают, наши, по крайней мере, двое. Они уже многократно нашу презентацию слышали, и они знают, что эта машинка была еще выпущена при социализме. И уже лет 30, как она не выпускается, нам она досталась в бэушное, до сих пор она у нас работает и еще, наверное, внуком останется. И на ней можно вязать вот это все, что мы вяжем, все на ней можно вязать. Свяжем мы, собственно, вот такую же маечку, потому что мы не будем тут какие-то супер-дизайнерские вещи увязывать. Мы просто свяжем полосатую майку, оформим ее быстренько, наденем на нашу пуговушку, на нашу девушку, которая помогает вязать. Да, давайте я немного расскажу о ниточках. Расскажите, расскажите, интересно. Я, собственно, представитель для комбината, я организовывала, со мной связывались в ВКонтакте. Зовут меня Анастасия, хоть аккаунты Мария, но это рабочий аккаунт. Собственно, о ниточках и рис. Палитра 104 цвета. Это высококачественный мерсеризованный хлопок. Процесс мерсеризации, наверняка вы знаете, если вязающицы, это для того, чтобы киточка была крепкая, прочная и цвет держался тоже очень долго, качественно, не без выцветания. Соответственно, все документы, все подтверждается ГОСТами. Мы ежегодно проходим большое количество проверок, то есть продукция у нас качественная. Соответственно, продается и рис в двух форматах. Это вот маленькие эти клубочки, вы их видите. А также пасмы по 300 грамм. Собственно, вкратце будет. Ну, бобины, да, но это больше уже идет у нас на промышленную, на модку, считается. В нашем магазине, да, можно все три формата приобрести. Ну, вот девочки, вот юбка и кофта, вот они и связаны именно из ириса. Ирис и снежок, по-моему. Ирисы красненькие, а снежок, по-моему, снежок. И топик с поворотным верхом, который мы вязали у нас, то он тоже связан из ириса. Не красится. Хорошо носится. Принесли. Нет, вон там. Дай вот пастюк. Не-не, свитерок. Светерок? А я вам фотографии пришлю, которые готовы. Нет, она проблема. Я для себя что-то фотографирую на свой вкус. А он сам по себе. Он такой, я, вот он такой шел, да, вот они вне нитки, да, они все понравились. И вот что оказалось в такой ситуации, как только я его постирала, он стал вот таким, это не от носки, это... А, а стирали ручная? Так, ручная, да. Вот как объяснили, это может быть из-за того, что машинка губы, она вот... Все-таки губы обращаются. При ручной вязке у нас не было таких проблем. Изделия в основном делают ажурные, знаете, в таком бога стиле. Платье в пол, сарафаны, выглядит просто изумительно. Да, на машине тоже нет, железо по железу, поэтому, вот, видимо, такой эффект. Нет, это не знаю, это вот я перестирала, и заточку, но ничего, вот это сыпется. Прямо раком. Да, детским шампунчиком. Может, его побрить? А это бесполезно, мне кажется, просто начало нитка. Скорее всего, пряжа просто повредилась вот при вязании. Она очень сильно растягивается. Знаете, когда волос, когда неправильно стригут, он начинает вот так вот раскрываться. То же самое. Ну, понимаете, вот на ирисе этого нет, вот на льме это есть. То есть, видимо, другая обработка. Дело в том, что нитки смешанные, это хлопок плюс лен. Соответственно, структура нити другая. Хлопок здесь не мерсеризованный, так как в смешанных нитках у нас хлопок не проходит процесс мерсеризации. Соответственно, красить мы тоже эти нитки не окрасим. Это только для школы изба вязания исключительно. Мы дали желтую ниточку, а так это вот натуральный цвет льна. Нитки не окрашиваются, не подвешиваются. А, то есть, желтую мы уже не купим? Нет, мы не купим. Это просто нам дали, вот эти желтые мы воспользуем. Да, так вот тоже. Но вот на машинке, к сожалению, такой еще и кураш. Но зато в нем так приятно, оно так хорошо. Да, очень приятно. На лето, извините. Может, здесь надо посвободнее. Машинка не это была, машинка Silver 840. Ну, на образцы мы не заметили этого. На образцы этого не было, кстати. На образцы не было, потому что у нас образец был из матушки. И мы думаем, что может быть разной партии. Не знаем. Цветы, они, кстати, немножко отличаются. Матушка и бобины. Мне говорили другие вещи, что когда вяжется кудельница, то она сама в процессе вязки то ли светлее, то ли темнее получается изделие почему-то. Что матушка одного цвета выглядит, а в готовом изделии уже, конечно, другой цвет. Я, кстати, вязала и на вот такой машине, и на Silver, просто два образца. Они разные. Чем это обособлено, не знаю. И связала, к сожалению, я не взяла с собой, даже не знала, где вот образец из бобины и матушки рядом. Они разного цвета, да. Поэтому, если чем немножко не хватило, докупить моточек, это не спасет. Получается так. Я думаю, что они там по партиям тоже пишутся, да? Партия пишутся? Да, значит, по партиям надо смотреть. У нас надо тут брать сильно в запас. Да, сильно, но будет лежать. Да, и кто использует эти салфетки. Лежит, 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 там раз. Так, Наталья, поехали. Наталья, это натуральная, да, Лена? Да. Наталья, поехали. У нас все-таки надо связать. Да, все-таки, да. Светлана еще говорила, что надо. До 7 часов, то есть у нас не остановить. Нет, а... Мы вяжем на кукленку. У меня как раз хватает этой машины на то, чтобы уйдет ширину, да. У нас согласована машина и кукленок, да. Они договорились. Расчитана машинка какая-то для того, чтобы ее можно было носить с собой. Такой, эксклюзивно обрезанный вариант. Сейчас мы свяжем. Ну, в принципе, то же самое, что уже есть. Только, в общем, посмотрите, насколько это быстро. Нужно что-то обниматься. Сейчас мы сначала делаем простенький франкит. Конечно, когда две франтура, можно связать и резинку. Но на таких тонких нитках резинка тоже выделяется. Вот на хлопке, на нитке. Видите? Само изделие у меня на 6 и 2 точках, ну, почти на 7, а резинка на 2 точках. Тоже на 2 точках. Нитка толстая, поэтому там так можно. А на такой тоненькой ниточке с ней на поле с помощью. Ну, так бывает. А, во-первых, уже завода не существует. 24, а тут машина не существует. 5, а тут машина не существует. Так, а что ты не проговариваешь, что ты делаешь? Я проговариваю, я говорю, что мы сейчас делаем простейший обвив. Чем хороша эта машинка? В ней нет грузиков. Ничего не надо делать, никакие дубанки, ни миски, ничего. Никуда не навешивается, одна простота. Машина держится сама. Поэтому я ее очень люблю. И даже на сильвер ее не проговариваю. Несмотря на всю его электронку. Это единственная машина из наших, которая без грузиков празднует. Еще такую же знаю доплету, больше таких машин не знаю. Они сами держали. Может, мусор на ведро подносить или что-нибудь для этого? Зачем? Глубочую держать. Да ладно, нормально. Ой. Почему-то... Ой, каретка. Вчера работала. Так и режем подкид небольшой. Подгиб всегда делается, если он подгиб двойным полотном. Если у меня по 10 рядов каждой полоса, то подгиб вяжем 20. Загибаем, и у нас получается вот такой вот ровный кирпичок. Как раз 10 рядочков. Обычно это считает счетчик. Просто не стали уже счетчик брать. И начинаем подгибать подгибы на иголки. Очень хорошо видно. Эти длинные такие пидки. Они надеваются на иголки. Таким образом у нас получается достаточно симпатичный край. На машинах с нитеводом так лучше не делать. Потому что у вас переселутся грузики. И грузиков вязать нельзя. Поэтому, если у вас нитевод, вы начинаете просто наградные нитки. На которые навешиваете грузы и по которым уже после этого вам делаете обзив, если вам нужно вообще. И подгибы с нитеводами лучше не исполняется, как именно от этой кирпички. Уже пара ночек не приходите. Уже пара ночек не приходите. Вязать будем самую простую майку. Сейчас мы делаем подгиб нижний. Закончим подгибом верхним. Фактически таким же. И делаем лямочки. И соединяем их косой либо глядкой. Чтобы у нас не было шва. Она не придется сшивать наше изделие. Но лучше в процессе вязания. Всем хорошо вязание. Кроме того, что оно шуршит, пока гримит машинка. Поговорить и не отвлечься. Может, я тебе на вкус отрезаем? Машинка. Пока я молчу, пока машинка молчит, могу рассказать, что он будет. Ты рассказывай, что это новое, я предъявила, как он у меня тоже. Шумите грузики. Грузики, да. Ну, это, конечно, более съедобная машина. Сейчас подросток. Держать на него. Вы попробуйте оторвать от него что-нибудь. Не оторвете. Она держит. Может, вы хватка. У меня у мамы просто не в один. А не в двое она мне отдала. Но я почитала инструкцию, и поняла, что я ничего не поняла. Да нет, у них, как раз, нет на это столько инструкции. Лучше просто хотя бы посмотреть, да. Просто кто-то... Я вообще помню. Я вот пришла, чтобы хотя бы посмотреть. Посмотреть, что это такое. Потому что кто-то воспринимает текст, кто-то картинку. Я, как бы, вижу крючком из песни, поэтому отношения не везде. Я вообще ничего не вижу. Я даже пыталась фреглитет в своё время. Мне что-то неинтересно стало. Макрама тоже пыталась. Потому что вот, когда крючок, он мало больше. Идёт. Чем что-то. Крючком. Всё. Крючком. А тут руками мешает. И в ванну, что пойдёт. То, что интересно было. Мама, бабушка. Мам, Ручков, Мачак, Росимеевич. Островя, Житомир, Росимеевич. Как-то уезжают туда. Лук, лук с собой. Теоретически, что-то такое бывает. Здесь вот единственное, что надо, да, вот эти язычки. Да, язычки надо печь. Где-то вторая ничка. Ого, желтый, под шапочкой белый. Угу. Полосками сварим. Интересно, что эти язычки. Да. Ну, на самом деле... Ну, они за мной лежат, так, чтобы по полу не болтались. На самом деле, если у вас правильно настроена рамка, она практически не закрывается из этих язычек. Если вы не оттягиваете нитки, то есть вы держите параллельно, и рамка на струне вот так, что она вот. И если вы посмотрите, от платины до рамки буквально миллиметр-полтора, тогда он не будет забраться. Я вам в детстве, когда я была маленькой, я резала на таком шинке, я ему что-то братьям надо. Купит, потом как начнется. На самом деле, здесь все можно связать на этой машинке. Носки я жму. Да вообще, я вам так делать не хочу. Муж просят, свежи мне, свежи носки. Слушай, на той 45-й раз говорю, ну, как я любую светать. Ну, слушайте, какая разница вам? Ну, там же они сейчас, если эти вот шерстяные, которые продают, вот они же без резинки есть. Просто они. Ну вот, на таком же подгибе делаете. Не положено резинку, через одну пропускаете, вот он резинка. Там вообще понимать ничего не нужно. Ну, я совсем в волосы. Я вообще ничего не знаю. Я так, ну, хватит ящика. Через два месяца. Нет, здесь вообще, я говорю, вообще. Хотите вот что-нибудь, вот это две фантуры. Вот это две. Ну, две вот такие же. Одно и второе. Вот это вот тоже уже две фантуры. Вот одна уже. Ну, очень сложно. Это уже накладные. А раны какие-то. Резинки в качестве. Вот это еще. Тут руками вообще невозможно. Вот это только две. отчаявшиеся девушки которые не отрели можно электронику с нитом но это искать надо там свитер нит вообще все по сути четвертым надо адаптер нож не стал делать Купили там, где я говорила, да? Волганские, да? Из Москвы прислались, да? Нет. Звездного еще. Звездного. Вот это, да-да, вот этот сайт через контакт. Я еще... Значит, не по той ссылке, которую вы давали. Ну, не важно. Мне нужно купили, молодцы. Сколько стоит? Ваше лучше, он работает из ДК. Да, да. А это только скаются. Ну, с пересылками. Зачем? 1800-300 пересылками. Угу. А-а-а. Это еще больше. А-а-а. Мне тогда сбросьте ссылочку, а то у девочки спрашивают, где купить. Они все спрашивают, да? Не знаю. Там она советует. Какой адаптер у нашей? Ну, группа, да, у них закрытая даже была. Сейчас открылись вот. Да. Она была закрытая, да, туда не попасть было. А-а-а. Ну, смотрите, мужик. Рубчатый размер по каренции. На 10 уголок или 100 дешевых. А-а-а. Нет, да, конечно, вяжется как бы длиннее, нишнее. Такой шире. Да. Вяжется не в 40 рядов, а в 60 рядов. Какая разница? Ну, какая разница? Шик, шик. Раз, два, три, четыре. Вы вдоль метр вперед говорите сейчас? Нет. Ты видела вот так вот по ноге? Вот так вот вяжут. И потом шов вяжут. Да. Есть один шок, есть два шпака. На двух мастер-классах. А-а-а. Как хорошо, что я дружила. Я сейчас... Глазовка... Носки вообще относятся к самому простому. Слушай, надо было носки вязать. Вот. Надо было мастер-класс не по музыке, а по носкам. В следующий раз. Если нас пригласил, в следующий раз с мужем приходите. Прямо на мужем. А ребенка я наказала с мужем. Какого-то мужа приведем. Да-да-да. С вашего мужика с дороги. Поймаем мужа, да? С местного взять. Будешь нашей моделью. А как полиция понятых, да, вызывает. Вот нас тоже будет. Здесь охранить женщину. Женщину своих хватает, без ловить не надо. Главное размер, чтобы так было. А это уже ловить надо. Не, ну размер-то мы ловим. Виктория хотела прийти с ребенком, чтобы на него майку сразу связали. Виктория отказалась, да. Очень прикольно, да. Она у вас уже ходит, да? Она любительница этих мастер-классов, да. Любительница. Спасибо. Единственное, что пока. Единственное. Потому что все привыкают. На самом деле, вот вам кажется, семья привыкает очень быстро. А вы вообще просто не замечаете. Вот как только он уже раз носки, он сразу хорошо хорошо. Да, он вообще мне все хорошо. Вот чтобы я не сказала, что хорошо. Это только с соседями могут быть проблемы. А в семье очень быстро привыкают. Да, я знаю. У нас как все выигрышная. Может церковь, когда они там сверлят, стучатся. Да уж. Это церковь, когда я привезла машинки свою на дачу. Вечер, жара, открыты окна. Тут-то я тормую. Здесь часов вечера. Твоя машина, на всю округу заканчиваешь. Даже здесь мне покоя. Вообще, у меня была тоже мысль на даче. У меня нормальная комната в доме есть. Думаю, это будет моя мастерская. А может, нет, нифига. Это моя мемуарная будет. Мы так и не решили до сих пор. Чай будет от такого-то. Мастерская или мемуарная. Надо вещи заносить туда быстрее. И располагаться. Там еще лестницу даже на второй этаж не сделал. Мне даже не заползти. Веревку кидать. Веревка кидает. Веревки. Как это, ты думаешь, да? Да. А может, нужно снять? Какая-то? Да. Вот узелочек куда у тебя делается? У меня в две. Какая самка пошла? Супер. Не одну усочек. А мне как я сработал. На самом деле, если... Девочки, слушаем мастер-класс. Если вязание изнаночное, зелок просто перенесете потом крючком. Это вообще не проблема. Вот у нас сейчас будет на тестирование петельчатой пряжи. У нее особенность то, что все петли будут на изнанке. Поэтому все петельчатые пряжи вяжутся изнанкой. В целом их изнанкой. То есть, если вы руками вяжете, то у вас петли будут и там, и там. На машинке все петли будут с изнанки. Такая особенность. Поэтому имейте ввиду. Вот видите, как машина деформирует полотно. Кто не знает, как оно стягивается сюда. Потом ему всегда надо полежать. И образцы расчетные делаем все это. Посмотрите вязание. Вот это тот же ирис. А как он выглядит вот здесь? Обратно чтобы. Да, она должна подсесть. Вот сейчас она успокоится, подсядет. И видите, петли становятся маленькие. А постираете вообще все это. Чем еще машина отличается от рук? Надо вот всегда делать образцы расчетные. Иначе не угадайте. А грозится обязательно стирать? Или можно опариться? Мы будем стирать изделие. Потому что изделие опариться лучше. Улучшается стирать. Полный комплекс. Полный, да. Вы что будете делать? Свою вещь. Будете ее там в машинке вместе брать в машинке. Обязательно. Вот вы если будете валяно-вязаные изделия делать? Вы же образец-то будете все равно? Не всякие. Не всякие валяно-вязанные. Я тут решила сделать рукавички валяные. Связала. Еще год назад или какого-то там. Машинку кинула. Сильно акрильная была? Нет. Там небольшой состав в основном шерсте. Но она не завалялась вообще никакой. Ни силы не завалялся. Без какого качества никакого качества. Вот не хочешь, все превращается в какую-то... Валяно. Валяно. А хочешь, не превращается. Да. Хочешь, не превращается. Да. Потому что вот, например, вот этот свитер не... Неприятно. Подкрасили, да. Да. Вот я как... Ну это вообще чудесно, конечно. Когда я стираю его детским порошком и встряхиваю с него, и что-то черное начинает цепиться. Ну вот, остюки вырезали. А вы не пробовали вот его взять и в сугроб? Я вот вырезала только такой полотницей. Просто пуховые платки, когда я их вяжу, да, они же там остомалили такой, вот эти остюки вырезали. И чтобы он не был колючим, чтобы он спушился, его надо взять и именно валять по снегу. Вы не знали бы? Да. Берут его прямо на пушистый снег в чистое место и вот его валяют прямо с двух сторон переворачивают. Во-первых, вот этот дрессер, вот эти стюки вырезали на снегу остаются. Во-вторых, само изделие, оно у вас было плоское, становится необыкновенно широким. Но это именно в Архангельской, Вологодской власти. Это секреты именно там. И вот эти вот, когда нитку придут вручную, да, вот впредают вот эти вот, именно вот остюки вырезают только на снег. Вы можете его там обрабатывать чем угодно. Но оно вылезет в снегу. Да. И вот я вам говорю, вот такие функи ставятся. Ей в ширину не садится? Нет. С ним вообще ничего. Вы его встряхнули, принесли дому, расстелили. Вот оно у вас подсохло там на полотенце. Всё. А что, мокрое болеет по этому? Или сухое? Вот после того... Вы его связали в лоток? Да-да-да-да. Вышли на снег. Вышли на снег. Его вот так вот поваляли прямо, не стесняясь. Вот. Потом встряхнули снег. Пришли домой на полотенце, расстелили, чтобы не на вот воду отдало. Нет. Это всё понятно. Это получается как в песке. Вот как бы шлифовка идёт. Вот здесь вот так шлифовка. Да. Такой мягкой шлифовка. Да. И вот именно вот эти вот короткие нитки, они все вот отходят. Да-да. Вы его ещё встряхиваете? Да. Всё. Поехали. Ну что, мне не нравилось, мне мама раньше вязала вот лотки. Если его сразу одел, оно начинает колоть. В кипятке она его держала, потом натягивали 4 руки на рамку. Не надо натягивать. Это вы если потом решите, если у вас белый платок, вы решите его потом выстирать. Да. После того, как вы его носили какое-то время там зима. Да. Вы его выстирали в шампуне, выполоскали в кондиционере и тогда уже да, вы натягиваете на рамку. Но первоначально изделие обрабатывается вот таким образом. Выкинуть. Сколько ты рядов вяжешь? Я рядов 70 по 10. Чуть-чуть побольше. Так можно. Да. А это шла на 5 минут. Уже полкорта готова. Да. 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 Сидели. Вот в этом отличие и есть ручного от машинного вязания. Что если нет времени, а вы вяжете вот прямое полотно, ну какое вам нравится на машинке или руками? На машинке это поровнее значат. Это быстро. Да, да. Есть просто узоры, которые руками проще связать, чем на машинке. Но если вот такой вот полосатый. Полосатый простенький или какие-нибудь зажимы. Что-нибудь такое. Ее. Конечно машина удобнее. Уностранённо. Ну а я вот вспоминаю со детства, мы обвязаны ходили, сестры у нас все было. И косынки были, причём вот такими вот узорами, как перемычка на машинке. Нормально. И брючки мы маму вязала, и кофточки. То есть мы были одеты с игроки. Не купить вообще ничего не надо. Мы тоже получимся. Мама сначала уговорить машинку отдать, но я одна. Машинки производились здесь в Питере, Нива, это завод имени Карна Маркса, они здесь продаются, у нас мастер хороший, который восстанавливает их, кому-то не надо, он восстанавливает, мы их продаем, поэтому если мама не даст, не надо обижать старушку. Она не старушка, она может еще дать ей все поделать, не может быть. Я просто говорю, что не надо выпрашивать, она стоит вот в полном комплекте, мы продаем, отправляем в другие города, 5700, вы можете всего, вот такая вот машина, только в два раза дольше. У нас 200, да? У нас 200, да, на 5700 стоит, и вы будете вязать вот это вот все, что Наташа делает, вот все, что вот это связано здесь, оно все будет у вас связано. То есть купить машинку Нива не проблема, в особенности в Питере, у нас человек, который их восстанавливает в полной боевой готовности, и запчасти есть, и все есть, поэтому... Конечно, я с вами, пойдем сзади. Ну, а, девчонки, у меня, конечно, не было такой цели продавать эти машинки, но ходят на мастер-класс, смотрят уроки и покупают со второй машиной, удобно. Вот она вяжет ирис, она вяжет толстые нитки, но здесь нечего показать, но 200 метров они могут вяжать в 100 грамм, вот это вот, да, практически ручная пряжа, да. Ну, мы же собачью пряжу вязали, у нас мастер-класс из собачьей пряжи, ручного прядения, но она не совсем такая толстая, она как бы... Ну, она неравномерная, но неравномерная, да. Электронные машины неравномерную не будут брать, они будут статыкаться, да, они будут статыкаться. Вот она вообще откажет. Здесь вот видите, у нее удобство в том, что Наташа ничего не держит, ничего не перевешивает, вот эти с нитеводом машины, вот она тут уже вся замарилась. Не оторвете, скорее машины оторвете, как сталача, вы не вырвете у нее вязание, чтобы не было. Да, да, собственно, сейчас. Так, ну, еще пару полосчик будем делать. Ну, все. Ну, времени на то, чтобы полежать у нас, конечно, не будет, но я просто потяню, вот так, вернули. Ну, ее рома помочить в туалете, там, в первом случае. На самом деле, когда мы вяжем, то мы не на глаз так, да, листчик, не парочку, конечно же, рассчитываем. Ну, она не двухфантурная, она с приставками. Нет, Нева, это Ладоган. Ладоган. Нева пять. Да, да, с приставками. С приставками, да. Нева два, но ее у меня приставка один на один вяжется. Но пятая, она уже не такая. Не, она уже как лукашка-то, это не будет разница. Лучше лукашка, да, лучше. Доплету, ищите Доплету. Доплету, если хотите. Если хотите, двухфантурную машину, которая держит само вязание, Доплета, чешская. Она бывает однофантурная, бывает двухфантурная. Да, и стоит она минимум 100 тысяч. Двухфантурная вот от 15 до 25 продают. Ну, где-то тоже. Двухфантурная, 22. Да, но у нее в комплекте только вот она, вот две вот такие вот каретки и вот такая салочка. Все, больше ничего нет. Лучная машина. Но зато вот это все сможет срезать. И у нее иголки, и щетки от него подходят. Это очень удобно. Да. И инструменты. И инструменты подходят. Тоже очень. Они одинаковые. Потому что самое страшное, это купить дешевую машину, а потом у нее половины стали нет. И все. И что делать? Надо быстрее кареткой махать, что-то. Ну что, я сижу, не спеть волновалась. Я второй раз вижу у него, и я второй раз хочу у него. Вот я говорю, волнуйтесь. Нет, я думала, а то ли я купила. Сейчас вяжем верхний подгиб. У нас нижний пол голубенький, верхний тоже. Потому что мы вяжем ножницы. Ножницы, я могу перебросить. Сейчас ножницы тебе найдут. А ну, тут в принципе, и вот. Спиловка с тобой. Так, подгиб тоже 20 рядов, потому что мы двойные. Видите, не закрывают у меня языки. Я за всю дорогу, я пока умираю. То есть при правильной настройке машины она этого не требует. Смотреть на них надо, но постоянно открывать не нужно. Ножнички. Спасибо. 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 Сегодня. Не успею. Начать заново. Так, языки. Так, чтобы языки легеные и знания. Все, теперь надо... Да. Я поняла, теперь, based on which you you're. Спасибо. Так. Один язык. А под эти было заправить, наверное. Вот это что? А, и вот это тоже? Ну, можно, да. Тогда не точно. А, еще закат. Можно? И. 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 Отлично. Можно сейчас? Уповидят! Класс. И. И. Хотя вот сторонни команде и escalante, давайте все по кусочкам. Косочки сделаем. Уповите. Так уж серьезно. Еще злой, еще два следа, и все, можно. Попробуйте, как не подяжет. Все, 12. Можно следующий. Давайте снова выложим. Дольше будем передалегаться. Да, интересно, когда все приняли участие. А то, что тут... Да, интересно, когда все приняли участие, а то, что тут... Можно даже как-то сделать само изделие из нескольких полосок и вот эти. Я, конечно, совсем еще... Я первый раз поделала на машинке. Главное, чтобы понравилось ей. Не, ну, как бы я одно хотела, говорю, мне тетя как бы вязала, она... А это, что-то я тоже не то сделала, насколько я вам совсем еще... Все, что делается только тем, готовы вы потратить на это время или нет. Потому что, видите, вот, из-за чего окне я закрыть, там еще все время будут какие-то ошибки вот такие. Пол недели, пока я не будь, все, она не вылезает. Да, да, да. Не торопиться, что это за свитер сразу, если есть 10 полосок. Ну, как у нас, отрабатываем сначала на маленьких приемах, потом увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Я думаю, завтра мы дашь, пока. Сейчас, только через 4 месяца до свитера дошли. Потому что, если сразу свитер дать, мы же можем показать, но он будет, истерика будет, потому что все сваливается. Поэтому, сначала на маленьком, на рукавичках, на ритузиках, свитер 4 месяца. Все говорят, что не раньше нельзя. То есть, из-за чего все хотели, говорит, когда же будем? Да, ну, когда надо летать, то понимаешь, что это не так просто. Это не так просто. Да, все правильно. Следующий. Кто? Ну, кто хочет? Ну, давайте. Сейчас я. Страх бьет. Так. Вот эту протяжку. Так. Вот эту. Лежу катуру. Вот эту. Вот эту. На третью. Влезть будет. Хосблок достать. Занимать сейчас. Срочно на место. Мне отдали? Что мне отдали? Я даже не знаю. Жалко. Третьего месяца начинается курс годный. Это та же самая же. А. Вы будете все вместе докладывать. Знаешь, что у нас существует? Николай. 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 Один тут пришел. Один. Николай. Я подписала не в ту группу, а потом переподписала. Тебе? Да. Да. Я подписала сначала в старую группу, а потом думала, у нас же новая. Я оттуда удалила и записала в новую. Поэтому не должно приходить. Потому что ты так призвонишь и не удалила. Я оттуда удалила. Я оттуда удалила. У вас, если что, можно как-то инструмент прислать? Да. Книги, да. Книги, да. Книги, да. Книги, да. Книги машинам нет. А я даже к себе беру вот эти. Так? Крючки, да. Книги и другие. Книги. Сокол thirty-five. Книги южные. Книги, да. Книги уличные. А, всё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok